Всех-всех приветствую. Это я взлохмаченная такая, быстро-быстро стряпала, делала дела. Маленько просто показаться, что я вот она, жива-здорова. Все хорошо, успела, без 24. Я волнуюсь, так не могу. Давно уже я так себя не вела, не знаю почему. Ну, наверное, такой день. Вон мои булочки стоят. Всех приветствую на своем канале. Сегодня день рождения моей мамы. Было бы ей уже 90 с чем-то. 95 лет, наверное. Ну, она от нас ушла в 2008 году. Но все равно день рождения я всегда ее помню. И всегда буду поминать в этот день тоже. Не считая родительских дней. Вот, настряпала шанишек. Такие вот они мягенькие. Но не очень, конечно, стандартные, чтобы как один к одному. Так я быстро-быстро-быстро Катюшу пригласила, чтобы она меня поддержала в этот день. Она обещала, поэтому я быстро-быстро тесто с тестом разделалась. Уже не до весов. Но помянуть надо, как говорится, и угостить надо. Обещала прийти. Вот, пока накрою. Но это не все. Еще вот у меня стоят булочки. Это закрытые уже. Еще вот никак не вытащу, потому что... Не спеклись, а время поджимает. Ну, я предупредила, что Катя, мы маленечко попозже соберемся. Ну, решила вот голени пожарить. Я никогда их не беру. И что-то нечаянно взяла. Красиво были уложены. А потом вот эти колдебашки все обрезала я. Я не люблю, чтобы вот эти колдебашки были. Я их все обрезала. Ну, вот сейчас тушу. На сковородочке поджарю. И покрашу крупно картошку туда уже в конец. Ну, раза натрия ее перережу. И с чесночком так, ну, пообедать. Вот такой день. Надо было еще сиропом булочки смазать. Я прогоношила. Сейчас они остыли, боюсь. Яйцом смазала. Ну, вроде как они не успели подсохнуть смазанное. Горят, мне так кажется. Спешу, спешу. А то уже вон полтретьего. Мы до трех решила. Я, ну, сейчас часа в четыре, наверное, может, Катя сообщила. Может, к четырем перенесем. Посидим. Я волнуюсь так. Прямо и не обедала. И вообще что-то такое. Такой день какой-то растрепанный у меня. Волнуюсь я. Погода за окном. Дождь. МЧС даже предупреждали, что целый день будет дождь. Ой, что-то упала. Так что идет дождь. Слышно, как капает. Все мокро. Вот такой, мамочка, сегодня у тебя день рождения. Пасмурный. Дождливый. Затяжная весна в этом году будет. Что-то так сегодня навеяло. Воспоминания всякие. Мы всегда приезжали на день рождения к маме. Всегда сделали стол. Ни разу не было, чтобы не съехались и не сделали день рождения. И сейчас я хочу так же. Даже если бы Катюше некогда было, я бы одна села. Все равно вожжите. О, наш рейсовый автобус в туалет приехал. Ой, рейсовый. Ну да, наш. С нашей парковой. Больше мне где сходить, правда, что-то. Обедают, может быть. Ну, вон, да. Вон. Зашла. Из-за гаражей пошла. Кондуктор. О, где? Туалетов нет. Ой, холодно. Я открыла окно. Ну вот. Как-то так. Вот, достала еще один противень. Ну, это я уже успела по горячим, как говорится, следам сиропом смазать. Чтобы блестели. Это уже по горячим. Холодные нельзя смазывать сиропом. Вот еще один противень. С творогом и с клубникой. Такие булочки-пирожки. Я закручивала рулетиками. И защипляла здесь в торце. Сейчас пожарю. Всю плита у меня освободилась. Сейчас пожарю окорочка. Ну, не окорочка. Я говорила уже. Голени. Не люблю я голени. Там одна кость. Ну, вот так случилось, что я в магазин быстренько приехала, прибежала, увидела. Схватила и все. Давно в магазинах не была. У дочери три месяца пробыла. Там она ходила. Ну, я с ней ходила, но... Как говорится, у них свое вкус. У меня свой вкус. Они берут эти голени. А я окорочка беру дома. И здесь как-то так глаз у меня раз упал. Я взяла и автоматически. А сейчас разглядела только. Давай отрезать все эти колобашки. Ой, боже мой. Ну, ладно. Что ж теперь с картошечкой будет нормально. Ну, вот заканчивается приготовление этих ножек с картошкой. Картошка сладкая. Все, картошка уже мягенькая. Но еще подтушить надо, чтобы она таяла во рту. Подоставала свои заготовки, лечо. Охотничий салат очень хороший. Капусты со своей. Все со своего огорода. И вот эти огурчики порезные. Прям вкусные, ароматные. И сок тыквенный. Сейчас спрошу, что... Ну, что спрашивать. Надо накладывать. Ну, вот так по-простому мы с Катей сядем. Никаких вас, ничего. Не стала доставать. В тарелочки. Все накладем. Обыкновенно. По-деревенски. Ну, вот такую вот взяла. Не знаю, что это такое. Как вроде... Чоколад какой-то. Не знаю. Сколько градусов, даже не посмотрела. Ой, не видно. Что свет плохой. Разглядела. Крепость 30. Ну, пойдет. Такие маминые. Это еще мамины рюмочки. Я специально достала мамины рюмочки. Уже осталось только две. Вот. Все. Напекла. Будет с чем угостить. Пообедаем. И спасибо, что она мне время уделит. Катюшечка. Спасибо, что она за моими цветами ухаживала. Не дала им погибнуть. Без 24. Должна успеть. Сейчас позвоню Катюшечке. Все. Картошечка дотушивается. Дотушивается. Тоже в маминой сковородке 100-летней. В ней очень хорошо, удобно. Вот. Катюшечка тоже готова. Картошечка мягкая. Ну, и тем более я их беру еще. Все нормально. Сейчас Катюше позвоню. Ой, сыру еще не нарезала. Ой, боже мой. Что-то я совсем. Ну, все. Сейчас Катюшке позвоню. Вроде бы все. Для нас нормально. У нас не свадьба. У нас просто маму вспомним. Да, вот мы с Катюшей сидим. Уже все. Пили чаю. Помянули маму. Поговорили. В том о сем поговорили. Поговорим, поговорим. По-женски, да? Да. Спасибо ей, что зашла. Что уделила мне время. Вот это у меня Катюшечка. Мои растения спасла. Три месяца спасала. Спасибо ей большое. Я рада. Что у меня есть такая соседушка. Мотонический сад. Да, его ликвидировать надо будет потом. Но все-таки. Спасибо, что сейчас сохранила. Да и квартиру все-таки зайти посмотреть. Большое дело. Не течет ли где. Не меня ли затапливают. Ну, я-то перекрывала воду. Ну, мало ли, еще и стояк существует. Так что вот. Мы сейчас пока посидим, поговорим. А так все хорошо. А то мы сём. А ты сразу зашла и подкрывала краны? Ну, а как же, надо же купаться, мыться, надо же. А как же. Ну, я еще ничего не драила, ничего не это. Я вот только кухню сразу встряпать. Сразу, ну, что необходимое такое сразу. Свою стихию. Да, полы попротерла, чтобы... Ну, пыли мало. Я так удивилась. Катя, ты полы тут не мыла? Да, ты чё? Приносила в бетончиках, скажут, шарилась тут. Ну, что ты ерунду говоришь? Ты чё так? Ну, надо глянуть под... Ага, ты вот включаю, включаю, включаю. Ну, дело в том, что... Дело-то в том, что когда отдаёшь кому-то ключ, надеешься на человека. И такое в голове сидит надёжность. Надёжность. Ну, да. Да, сколько ключей висит там? По всему дому ключница. Так что я никуда не надо уезжать, надо быть всегда дома. Так что посидели, поговорили, мне легче стало. Да, я еще ничего не убирала, ничего, я потихоньку, потихоньку... Я хочу там все перестелить по-другому, поэтому ничего не трогаю пока. А полы протерла, ты знаешь, я удивилась. У меня за день такая пыль, когда я здесь нахожусь. Я тебе покажу, не вытерла на... Ну, уже все закрыты были, откуда пыль-то? А некоторые говорят, приезжаешь откуда-то, когда вот стоит квартира, говорит, это... А у меня, когда я хожу, видимо, здесь же и переодеваешься, и трясёшь, ходишь с собой тут везде. И больше пыли, чем вот за три месяца. Я так удивилась. Я не знала, облакон, всё равно. Ну, да, вот. А я что, пришла, прошла, мне как тропа была натоптанная. Туда, понимаете? Да я ничего там не видела. Туалеты, это, листочки такие. Ты ничего не выкидывала? Нет. Ну, у меня только вот стояло, вот кофе тут у меня стоял. Ну, фиалки внизу стояли, и всё. Нет, где-то ещё один какой-то у тебя был. Нет, нет, там всё стоит как было. Не будет тот вот под стаканом? Вот, ну, это джасмин твой. Нет, нет, ну, лавровый лист, он как стоял там, так и стоит. Это лавровый лист. Всё, ничего. У меня есть на работе наподобие вот этого, только он, вот, наверное, он похож у тебя на вот этот, я же не знала, что это лавровый лист. Это лавровый лист. Букет. Надо поддержку какую-то вот купить. Лесенки, бывает, продаются, я вам забыла. А может, надо его пересадить, потому что я рукой туда, думаю, там... Не-не-не, он так должно в щепках быть. То ли мочалка там, думаю, то ли это вата, вот это покопная, да? Да, это покопной грунт, и он щепки там. А я думаю, там, наверное, не один горшок, что ли. И мох. Это, нет, так и должно быть, надо его никуда пока пересаживать. Вот, видишь, я обстригла, и всё. А вот это вот, что у тебя там? А это, это, обстрижена была, я достала глоксиния. Так, колокольчиками цветёт большими. Её обстригаешь, вот такие надо, и на зиму ставишь. Я его оттуда достала, поставила, и он проклюнулся. А это я твою же горцензию, или как она? Да, да, да. Думаю, она даже ожила и принялась, и всё. Вот набрала я всяких этих. Всё равно, наверное, надо было лист. Сад, огород, ну, конечно, на полу, сад, огород, что смогла, воткнула на проверку у семян. А это, наверное, так и пропадёт, он нам так и не зацветёт, он болеет. А у меня я от роста тоже принесла с работы, у меня здоровый он стоял. И ты знаешь, один этот ствол, и он лопнул. И я взяла его, короче, обломала весь, и себе взяла маленькую макушку. И он уже принялся, он уже набрал цветок, прям, ну, вот такой вот был у меня. А, блядь, пришла сколько у меня. А я принесла, он у меня аж тёмный. Ну, вот, а вот, видишь, сколько их уже, вот. Да, у тебя, видишь, они идут все, прям, пышные, как букетикам. А у нас нет, у нас они небольшие, вот такие вот, и стволы все переплетённые. А вот ты герань, видишь, я ей ничего не делаю, не прищепляю, не пересажу, уже года три. Вот так она у меня. Ну, пусть собирает все негатив, химию все это, да. А берёзка можно месяца два не поливать. Она как быстро засыхала. Не ругаемся. Так, будьте любезны, тоже угостите мужа. Субтитры сделал DimaTorzok